Первые славянские государства возникли очень давно, в 7-8 веках нашей эры. О том, как это было, как это все происходило, об этом и будет мой рассказ. И первый вопрос, который мы с вами рассмотрим, древние славяне, их происхождение, расселение, хозяйство, общественное устройство и вера. Итак, происхождение славян. Итак, начнем с того, что на протяжении бронзового и железного века древние жители Европы, назовем их индоевропейцы, вы знаете, кто это такие. Древние жители Европы, которые пришли на европейские пространства из Малой Азии, и они с собой принесли, по сути дела, обработку бронзы, первых металлов, бронзы и меди, первых металлов, которые были обработаны человеком в истории. С приходом индоевропейцев и начинается бронзовый век. Буквально сразу после их расселения по просторам Европы начинается их распад. Так вот, на протяжении бронзового и железного века происходит этот распад. И по языковому признаку индоевропейцы делятся на ряд народов, таких как греки, балты, германцы, кельты. Романцы. Среди них есть и славяне. И вот сразу возникает вопрос, где то место, откуда славяне выделились из общей массы индоевропейцев? Где их прародина, то есть место первоначального расселения, прародина славян? Существует очень много версий. Единого мнения до сих пор нет. Вопрос остается открытым. Есть предположение, что это и Балканский полуостров, что это и Венгрия, и Украина, даже бассейн реки Припять, современная Беларусь. В каком-то учебнике начала 2000-х годов, 11 класс, если не ошибаюсь, по истории Беларуси, на 10-летней давности, даже было высказано такое предположение, что, возможно, такая археологическая культура, как киевская, является славянской археологической культурой. А киевская культура располагалась и на территории современной Беларуси. Следовательно, если это так, то и Беларусь входит в прародину славян. То есть то место, откуда славяне выделились из общей массы индоевропейцев. Но вопрос этот спорный. Да, я употребил термин археологическая культура. Археологическая культура – это общность материальных памятников на определенной территории под определенным временем. Итак, вы знаете, что есть такие историки, которые занимаются раскопками. Это археологи. Так вот, археологи копают и находят интересные исторические вещи, которые сохранили земли. И вот археологи обнаружили, что, допустим, раскопав в одном месте остатки орудий труда – каменных, бронзовых, железных, остатки керамики, горшки, остатки еще каких-нибудь древних предметов – раскопали за 100 километров другое место и обнаружили то же самое. Какой можно сделать вывод? Что, видимо, в древности здесь жили люди, у которых была общая материальная культура, общее орудие труда, схожие. Следовательно, можно говорить о том, что на этой территории, в рамках этих двух мест, а может, трех-четырех, бывает на большом очень пространстве, в несколько сот километров, а то и больше, находилась одна археологическая культура. Один народ жил, который использовал одну материальную культуру. Не доходит духовная культура до нас с того времени. Допустим, письменности еще не было. Не дошли, допустим, книги, ибо книгопечатаний еще не было. То есть доходят остатки материальной культуры. То есть орудия труда, предметы быта, может быть, остатки одежды – то, что не сгнило в земле, грубо говоря. Вот археологи на основе этого реконструируют древнюю историю. И когда они видят, что одинаковые, допустим, керамика, одинаковые осколки керамические, черепки, кувшинов, горшков, других глиняных изделий в одном месте и в другом за 100 километров, за 200 отсюда, одинакового орнамента, одинаковой, допустим, толщины, одинаковых размеров, можно сделать вывод о том, что, видимо, жил народ или какие-то племена, у которых была общая материальная культура. Вот общность материальной культуры принято в археологии называть археологической культурой. Так вот, когда археологи изучают первые славянские археологические культуры, то однозначно первой славянской археологической культурой является культура под названием Пражская. Получила она так свое название потому, что находится в регионе, где главным городом является современная столица Чехии – Прага. Поэтому, когда ученые говорят о прародине славян, чаще всего употребляется географическое место Чехия, Словакия, Южная Польша, то есть истоки рек Вислы, Одры – славянское название Одра, немецкая Одра, германская. Вот, скорее всего, этот регион и является прародиной славян. То есть местом, откуда они выделились в языковом, в культурном плане из общей массы индоевропейцев и стали отличными от германцев, от балтов, от кельтов и других индоевропейских народов. Но опять же, запомните, вопрос до конца не закрыт. Идут бесчисленные споры. Откуда же появились славяне? Где то место, откуда они выделились? Во всяком случае, существует даже такая версия о том, что прародины было две. Было место, откуда они выделились из общей массы индоевропейцев. И вторая прародина – это место, откуда они начали расселяться и занимать тот район жительства, тот район проживания, который они занимают сейчас. Возможно, это разные места. Но так или иначе, склонимся к одной версии. Прародина славян, территория современной Чехии, Словакии и Южной Польши. Это одна из версий прародины славян. И на этот счет составлена карта. Соседи славян – германцы, кельты, балты, иранские племена. На самом севере Европы, пока еще славяне с ними не соседствуют, финно-угорские племена. германцы дали начало таким народам, как немцы, норвежцы, шведы, датчане, англичане, балты. Это современные литовцы, латыши, хотя латыши очень сильно немечены, германизированы. Вы знаете, немецкие рыцари основали в 1201 году столицу Латвии, современную крепость Ригу. Финно-угры, финны, карелы, один и тот же народ, мордва, на территории России, морейцы, удмурты, коми, то есть народы северо-востока современной России. Есть один финно-угорский народ, который живет в центре Европы. Это венгрия. Они туда откочевали. Ближайшие их родственники это финны. По языку. Так получилось, что венгры, финно-угорский народ, который из южно-уральских степей когда-то на рубеже 9-10 века откочевал на территорию современной Европы. На территорию, которая раньше называлась Панония, римская провинция. И здесь и осталось. Расселение слоя. Здесь несколько проще. На протяжении шестых-восьмых веков со своей прародины славяне расселялись по следующим направлениям. Первое направление на север и северо-запад. Современная Польша и восточная Германия. До реки Лаббы. Германское название этой реки Эльба. Мы истинные патриоты своего народа, поэтому будем употреблять славянские названия. Славян, заселивших эти территории, а также славян прародины, Чехии и Словакии, германский историк шестого века и Ордан называл Венедами. Таким образом, современные западные славяне это поляки, чехи, словаки, а также славяне, которые были онемечены, слились с немцами и их потомки проживают сейчас на территории Восточной Германии. Вот эти славяне называются поморско-полапскими славянами, которые жили на побережье Балтийского моря и вдоль реки Эльба. Они от немцев ничем сейчас не отличаются абсолютно. У них немецкий язык, немецкая культура, немецкие традиции, но может быть иногда по воскресеньям они собираются в университетах, в школах и изучают старославянский язык, интересуются древнеславянской культурой, ну не более чем. Таких заинтересованных в Германии насчитывается около 300 тысяч. То есть обратите внимание, что территория славянского мира на момент расселения, это ранее средневековье, 6 век это уже средние века, больше, нежели чем территория, занимаемая славянскими государствами сейчас. Уступаемы территорию. Восточная Германия, Берлин, Бранденбург, бывшая славянская крепость Бронебор, это все славянские поселения, до Эльбы, а сейчас граница между германским и славянским миром, то есть ФРГ и Польшей проходят по реке Одер, или по-славянски Одра. Уступили славяне территории в результате знаменитого Дрангнах Остан о немечивании, нацистка на восток. Это первое направление расселения. Второе, на юг и юго-запад, на юг и юго-запад, в Панонию, в современную Венгрию, а затем оттуда на Дунай. На Балканский полуостров, на земли, которые в шестом веке принадлежали Византийской империи. Которые в шестом веке принадлежали Византийской империи. Здесь славяне заселили Болгарию, Сербию, Черногорию, Боснию, Герцеговину, Македонию, Хорватию. В восьмом веке славяне проникли в Пелопонез, современная Греция. Но там они не составили большинства и были ассимилированы эллинами, греками. То есть приняли местную культуру, язык, обычаи, традиции. Их было просто меньше. Часть славян переправилась в Малую Азию и там сгинуло среди огромного количества малазиатских народов Византийской империи. Часть двинулась в Эгейское море, проникла на острова Эгейского моря и даже в своих походах доходили славяне до современной территории Италии. Южная граница славянского расселения на Балканах проходит по Македонии. Дальше начинается Эллины. Это уже не славяне. Эллины так себя сами называют греки. Это мы их называем греками, сами они себя называют Эллинами. И страну свою Эллада. Еще один интересный момент. Часть славян из Панонии двинулась не на юг, не за Дунай, не на территорию Византийской империи. Они двинулись на запад, на территорию современных Южных Альп, на территорию современной Словении и Австрии. И там расселились. Это предки современных славянцев. Таким образом, современные болгары, сербы, черногорцы, босницы, герцоговинцы, македонцы, хорваты, славянцы, это южные славяне. Иордан называл их склавинами. Иордан называл их склавинами. И часть славян видимо с Дуная, хотя есть версия, что с территории современной Словакии, юга Польши, огибая Карпаты с юга и с севера, двинулись на восток и северо-восток. Они заселили русскую равнину от западного буга на западе до Аки на востоке и от Ильмень озера на севере и до южного буга на юге. Иордан называл эти племена антами. Это восточные славяне. Их потомки русские, белорусы и украинцы. Русские, белорусы и украинцы. Хозяйство древних славян. Славяне занимались земледелием. Пашенным. Рала саха. Когда есть пашина. Когда пашут землю. Переложное. Вариант пашенного земледелия. Чем отличается? Тем, что обрабатывали один участок. Когда он истощался, его забрасывали, переходили к другому. Он пустовал. Находился под паром, так называемым. Потом его опять могли через лет 10, 15, 20 разрабатывать. И подсечно-огневое. Там, где были большие лесные массивы, характерно это славянам восточным, западным. Меньше распространено на, конечно же, на Балканах, на Балканском полуострове, где проживали южные славяне. Выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овес, проса, горох, репу, капусту, лен. животноводство. Стойловое. То есть, когда скот стоит в стойле. И отгонное. Отгонное встречается в горных районах, в горах, Балканы и Альпы. Когда на лето стада гнали высоко в горы, на луга горная. А на зиму они возвращались и становились стойла. Кочевое у кочевых народов. Кочевые народы у нас это тюркские народы, народы Азии. Это казахи современные, монголы, киргизы. Народы так называемой Великой Степи, которые занимались в основном кочевым животноводством. Перегонялись тогда свои с места на место. Климат не позволял заниматься земледелием, наличие плодородной земли было невелико, занимались кочевым животноводством. Скот вытаптывал пастбище и нужно было все время идти куда-то вперед, чтобы кормить этот скот. Вот и кочевое животноводство. А у славян стойловое и отгонное разводили коров, свиней, посмотрите, лошадок, овец, коз, птицу, ремесло, обработка дерева, металла, кузнечное дело, глины, гончарство, изготовление оружия, упряжи, орудий труда. На первом месте, конечно, обработка дерева. Обмен, предвестник торговли. На славянских землях находят клады римских и византийских монет. Византия, по-другому еще называется, восточная римская империя. Существовала римская империя. В 395 году она разделилась на две части. Западная римская империя с центром в Рим, который был захвачен германскими варварами. И на территории западной римской империи возникли варварские германские королевства. Остготов, Вестготов, Бургундов, Вандалов, потом они переселились в Африку, Свевов и так далее. И Восточная римская империя с центром в городе Константинополь, куда входили Малая Азия, Балканы, впоследствии Египет. И вот на территорию Балкан и пришли славяне. Вот находки римских и византийских монет говорит о торговле славян с соседями. Западная Европа и Византийская империя. Ну не забываем, что были и промыслы играли огромную роль в жизни славян. Охота, рыболовство, собирательство, ну отдельный вид промысла тоже собирательство, это бортничество, сбор меда диких пчел. Русский художник, очень известный, писавший картины на исторические темы Сергей Иванов, писал свою знаменитую картину древние славяне. Вот пашут саху и землю, лодку тянут, шкуры выделывают, все заняты созидательным трудом. Общественное устройство древних славян. Общественное устройство древних славян называют родоплеменным. Славяне жили родами. Во главе рода стоял старейшина. по-старославянски дед. Отсюда, кстати, термин дедина. Слышали, наверное? Он трансформируется в синоним в отчина. В отчина от отца, а дедина от деда. Дед. Рода объединялись в племена. Во главе племени стоял вождь, под древнеславянский князь. Для поддержания своей власти и для защиты племени при князе были вооруженные воины. Дружина. Дружинники были не только воинами, но и своеобразными такими управленцами от князя, менеджерами, что ли, которые исполняли любое княжеское поручение, не обязательно военное. То есть на основу дружины впоследствии складывается первый государственный аппарат управления. Те люди, которые служат при князе и исполняют его указания. А князь это прообраз главы государства. Племена объединялись в племенные союзы для защиты от врагов. Самый ранний племенной союз, союз семи славянских племен. Кстати, это не они себя так называли. Допустим, Радимичи, Кривичи, Дреговичи. А это так их назвали историки, которые изучали впоследствии. Союз семи славянских племен возник в начале седьмого века на территории Северной Болгарии. Славянские племена объединились против главного врага в этом регионе Византийской империи, которая с одной стороны приняла славян на свои земли, но с другой стороны стремилась поставить их в подчиненное положение, сделать их подданными империи, взимать с них дань. Вот союз семи славянских племен вот этой византиизации, ромеизации, византийцы называли себя ромеями, римлянами, отчаянно сопротивлялся. племенным союзом управлял совет князей. Следующий этап власти после племенного союза это уже некое государство. Так вот, на рубеже шестых-седьмых веков древние славяне подошли к созданию собственных государств. И в основном это произошло там, где будут или были на то время проблемы с соседями, проблемы с внешней опасностью, с врагами. Самые первые славянские государства, их три в истории, это держава само, карантанское княжество и первое болгарское царство. Вера славян. Здесь все тоже, надеюсь, вам известно, древние славяне были язычниками. Обожествляли силы природы, окружающий мир и также предков. Перун, бог грома, молнии, войны, Ярила, дождь, бог, бог солнца. У разных славян мог быть Ярила, у других дождь, бог, Велес, бог домашнего, скота и богатство. Скот, богатство. Сварог, бог огня, Мокош, богиня плодородия земли. Женщина. Места поклонения богам. Святилище, другое название, капище, под открытым небом. Это не храмы христианские, постройки архитектуры. Обычно святилища располагались в рощах, горах, на берегах, рек. Служители язычества, волхвы. Вообще, волхвами принято называть служителей любого языческого культа. Интересно, что славяне, чехи, восточной Германии, а также те славяне, которые в шестом веке пришли на территорию Византийской империи, то есть, будущие южные славяне, они столкнулись с христианством. Славяне, чехи, восточной Германии столкнулись с германцами, франками, которые уже были христианизированы к тому времени, по римскому образцу. А славяне, которые пришли на земли Византийской империи, столкнулись с местным населением, которые были христианами. Ибо с 4 века нашей эры официальная религия Византийской империи христианства. Первоначально, долгое время, первоначально славяне относились враждебно к христианству. Потому что именно в христианстве они видели веру врагов. Идеологию врагов Византийской империи и тех же самых германцев, франков. Потому что не все германцы тоже были христианизированы. Допустим, предки славянцев, они храничили с германским племенем Баваров, Бавары, Бавария. Бавары тоже были еще язычниками. Следующий вопрос. Держава сама. Первое славянское государство в истории. Хронологически получается самое первое. Первое славянское государство в истории. По имени основателя, человек, который возглавил это государство. Процесс переселения славян со своей прародины на юг в земле Византийской империи. В 560-х годах был нарушен. На территорию современной Венгрии, древнее название, вы уже знаете, Паннония, пришли кочевники Авары. Они проделали долг путь из Центральной Азии в Приднепровье, а затем и в Центральную Европу. Авары тюркский народ о тюрках я уже вам говорил. Это древнее население Центральной Азии. именно тюрки с 4 по 6 век стали массово переселяться на Запад по различным причинам. И это переселение затронуло и другие народы и получило название в истории великого переселения народов. Так вот, Авары были последними тюрками, которые пришли в Европу и завершили этот процесс. Начали его гуны в 4 веке и завершили Авары. Кстати, гунны и Авары родственны друг другу народ. Тюрки. Их современные потомки казахи, киргизы, монголы, в России на Дальнем Востоке и в Сибири это якуты, к тюркам относятся туркмены, азербайджанцы, узбеки, ряд других народов Средней Азии и по Волжии. Авары стали злейшими врагами славян. Они создали свое государство. Аварский Каганат. Почему Каганат? Потому что во главе стоял Каган, как хан. У тюркских народов обычно племенной вождь это хан у славян, князь у тюркских народов хан, но здесь употребляется термин Каган, как верховный хан. Следует заметить, что Аварский Каганат был паразитическим государством, он жил на грабеже. Возможно, это связано с тем, что тюрки-кочевники и на территории Европы им не очень-то было удобно вести свое основное хозяйство, кочевать. Но кругом много состоявшихся народов с развитой земледельческой культурой, которые собирают постоянно урожай. Нужно всего лишь прийти и отнять это. Вот этот паразитизм не давал возможности полноценно развиваться соседям. Особенно страдали славяне. Авары разоряли ежегодно их земли ради добычи. Кстати, похожее государство существовало на Волге в 10 веке. И раньше оно было еще основано и связано оно тоже с тюрками. Это хазарский каганат, которое было разгромлено русскими князнями это государство. И тоже занималось грабежом и жило по сути дела паразитируя на других народах. Взимая дань, грабя, почти не развивая собственного производящего хозяйства. В 623 году славяне Чехии и Моравии современная восточная Чехия поднялись против аварского гнета. Восстание славян Чехии и Моравии против аварского гнета возглавил не кто само. Кто такой до сих пор точно неизвестно. историки знают только что он был купцом. Неизвестно кто он был по происхождению. Есть две версии что он был славянином и что он был франком то есть германцем. Франки одно из германских племен. Сам смог объединить славян в борьбе против франков и его избрали князем. причем ему подчинялись все славянские племена которые он смог объединить. то есть его власть вышла за рамки племенного управления и распространялась на большую территорию. Так формировалось первое в истории славянское государство. держава Сама отбил нападение Аваров и в расширении своих владений столкнулся с франками в 631 году у крепости Вогостибург современная западная Чехия в трехдневной битве первая зафиксированная битва славян в истории он разгромил францкое войско францкое войско тогдашнего короля Дагоберта держава Сама во времена своего могущества включала земли Чехии Моравии еще раз повторюсь Моравия это восточная Чехия современная то есть если взять современную Чехию можно разделить на две части исторических областей Восток это Моравия а западная называется Богемия Праг Плезень и так далее земли Чехии Моравии Словакии Южной Польши Восточной Германии Славяне Восточной Германии признали его власть Северной Венгрии Восточной Австрии Центром государства был город Вышеград в Моравии не путать с пражским Вышеградом часть Праги В союз с державой Сама вошло Карантанское княжество Славянское государство на территории современной Словении и Австрии в 658 году в 658 году Сама умер правив своим княжеством 35 лет и его государство распалось на небольшие княжества которые вновь вскоре были завоеваны франками или подчинены аварами но держава самая имела огромное значение в истории Славян и продолжает играть огромную это первое известное государство в истории Славян оно помогло сохранить некую славянскую целостность отстоять свою пускай временно свободу в борьбе с германцами и кочевниками и тюрками переходим к следующему государству хронологически оно второе в истории это Карантанское княжество в середине 6 века славяне Испанонии древнее название Венгрии пришли в Южные Альпы и расселились на территории современных Словений и Австрии возможно двинулись бы и дальше но их продвижению на север препятствовали германские племена которые двигались пропал в положенном направлении на юг это племя баваров так наверное там впервые в мировой истории это в 60-70-х годах 6 века славяне столкнулись за германцами чтобы сталкиваться аж до 1945 года это славянское племя на территории Словении и Австрии называется называлось Корутане или Хорутане можете встретить написание Корун Тане появляется их потомки современные славянцы Словения столица город Любляна славянское государство славянское в юго-восточной Европе Корутане оказались в угружении сильных врагов с севера их теснили Бавары Франки с юга и востока Авары были и другие враги специфические Север Италии занимало германское племя Лангобардов переводится Длиннобородые германское племя они и дали начало жителям Северной Италии для защиты от врагов Корун Тане в конце 620-х годов создали свое государство Корун Танское княжество возможно процесс создания их княжества протекал одновременно с созданием державы само это первое государство у южных славян Корун Танское княжество у славян первое государство вообще держава само а у южных карантанское княжество 620-е годы можете встретить 626-й год 629-й чуть позже чем держава сама появилась в источниках источниках это сведения древних авторов древние документы откуда мы знаем что это было столица княжества город Крымский град ныне деревня Каренбург в Австрии известен первый карантанский князь князь державы сама и вместе они боролись против германцев и аваров причем посмотрите если сама держава она боролась только с франками то карантанское княжество боролось с баварами и лангобардами вы знаете что держава сама распалась и была разгромлена аварами и франками так вот после разгрома державы сама карантанское княжество не погибло а продолжало существовать это говорит о том что все-таки карантанское княжество не было в подчинении у сама между ними был какой-то военно-политический союз и когда сама не стала карантанья пошла своим путем развития и продолжало существовать достаточно долго около 90 лет в 745 году карантанское княжество в поисках союзника против аваров признала власть над собой баварского герцогства карантанские князья склонились что нужно признать чью-то власть чтобы уцелеть в борьбе с другим врагом признали власть баваров видимо все-таки германцы по уровню материальной культуры духовной были ближе оседлый народ к славянам нежели чем кочевники тюрки которые не слезали с лошадей скорее всего поэтому не забываем что со стороны баваров со стороны города Зальцбурга на территорию карантанского княжества на территорию будущей славени проникают первые христианские проповедники может быть это сыграло свою роль последние независимые правители Карантании это князья Борут князь Борут последний независимый правитель карантанского княжества князь Борут именно он и привел свое княжество под власть баварского герцога герцога а его сын князь Хатимир племянник князь Горазд уже служили баварам в 788 году король франков Карл IV будущий император Карл Великий знаете его Францкая империя завоевал баварское герцогство германцы поглотили германцев и карантанцы будущие славянцы оказались под властью германцев франков в составе германских государств Словения просуществует с 745 аж по 1918 год первое болгарское царство в 6 веке Болгарию тогда это земли Византийской империи заселили славяне вы знаете что здесь возник первый славянский племенной союз союз семи славянских племен против Византии в конце 70-х годов 7 века то есть через 100 лет даже больше сюда переправились через Дунай булгары булгары были тюрками то есть родственными таким народом как гунны авары хазары печенеги половцы монголы и так далее это все порождение великой степи огромного пространства от Каспийского моря до Сибирской тайги Казахстан и Монголия современная кочевники булгары имея сильную конницу покорили славян которых кстати было в 10 раз больше если взять мнение современных да не современных только и позже болгарских историков они скажут а никто никого не покорял наоборот был союз славян и протоболгар или булгар как их еще называют кочевник против византийской империи на самом деле наверное было гораздо все более прозаичней просто тюркам нужно было где-то кочевать поэтому они захватили плодородные земли северной болгарии а славян оттеснили в горы но славян действительно было большинство но победители посмотрите оказались в меньшинстве среди побежденных возможно бы такое государство долго не просуществовало его бы хотели внутренние смуты и неурядец но и у славян и у булгар был общий враг византийской империи и опять фактор внешней опасности как у сама франки авары как у карантанцев бавары лангабарды авары так и здесь византийской империи он сплотил народ воедино конечно же не без помощи верховного правителя вождь булгар у тюрок он называется хан ну а у аваров вы знаете каган кстати однокоренные слова аспарух посмотрите его звали аспарух белый воин переводится объединил булгар и славян в единое войско объединил булгар и славян в единое войско вы скажете а зачем булгары воевали на конях славяне в пехоте и вот вместе они нанесли византийской империи тяжелое поражение в 681 году империя отдала аспаруху власть над северной болгарией отказалась от власти над северной вот этот год 681 считается историками датой основания первого болгарского царства государства где вместе жили славяне и тюрки славяне и тюрки вот аварский каганат не смог похвастаться включением славян свой состав а здесь мирно ужили славяне и тюрки возможно в первую очередь из-за наличия общего врага византийской империи так как славян было абсолютное большинство в 10 раз больше первое болгарское царство следует считать славянской державой третий по счету в мировой историю после державы сама карантанского княжества все кстати обратить внимание седьмой век кстати полоцк в истории белоруссии 862 год только-только в девятом веке упоминается верно и первые полоски князь рогволот столица первого болгарского царства город плеско даже не город становище стойбище ау потому что болгары булгары доминировали над славянами во власти они были кочевниками их поселение как у тюрок называется ау кочевник со временем конечно болгары сели на землю булгары смешали со славянами но это будет попозже хан он был подлинным сыном своего времени жестоким завоевателем около 700 года он погиб в походе на восточных славян в район Киева шел где-то туда и похоронен в кургане около Запорожья его останки торжественно перенесены в Болгарию в Болгарии он считается отцом народа потому что со временем булгары и славяне смешались в единое целое и получился один народ болгары первоначально вся верховная власть в первом болгарском царстве принадлежала булгарам от них и пошло название страны Болгарии и общего народа болгары славянские вожди правили только в своих племенах при хане Круме болгары захватили у Византии Македонию расширили свои владения и два раза осадили столицу империи Константинополь но взять не смогли в 864 году при хане Борисе славяне и булгары бывшие язычниками одни и вторые язычники кстати только у булгар не Перун главный бог а главный бог был бог тенгри или тангри бог неба ну кочевники считают что земля везде разная небо везде одно приняли от Византии новую веру христианство принятие христианства окончательно соединило славяны булгар в единый народ болгар болгария стала первой христианской страной в истории первой славянской христианской страной в истории славянской христианской страной в истории славянской вообще первая христианская страна в мире где христианство официальная религия это Армения вторая Византийская империя ну или Римская империя среди славянских стран здесь пальму первенства держит Болгария самая первая славянская держава христианская в истории из болгарии христианство придет к нам на русские земли то есть она как бы византийская но трансформируется через болгарию даже вот знаменитые князья борис и глеб первые русские святые сыновья владимира крестителя киевского князя они были рождены им от последней жены болгарской принцессы наполовину были болгары ближайшие современные родственники древних булгар вот они объединились смешались стали скажем так массе своей славянами но осталось ли что-то что связано с древними булгарами щас теме еще с поруховыми которые не были славянами которые были тюрками так вот ближайшие современные родственники древних булгар это чуваши и главный город Чебоксары, близки к булгарам и поволжские татары. Их главный город Казань. Выводы. Славяне, коренные жители Европы. Они выделились в бронзовом и железном веке из общей массы индоевропейцев. Второй вопрос. Место изначального появления прародина славян. Современная Чехия, Словакия и Юг Польши. Но вопрос до конца не закрыт. Третье. Главной причиной образования первых государств славян была борьба с внешней угрозой. Обратите, все имели внешнего врага. И никак иначе. То есть внешняя причина. Франками, держава сама, баварами, карантанское княжество, лангобардами, карантанское княжество, Византии, первое болгарское царство, аварами, держава сама и карантанское княжество. У всех была причина объединиться под властью какого-то правителя, чтобы воевать с внешним врагом, чтобы не быть уничтоженным или поглощенным врагом. И четвертое. Первые государства помогли славянам отразить натиск врагов, сохраниться как народу. Но для дальнейшего развития одних внешних причин было недостаточно. И когда вопрос с врагом был более-менее улажен на время, встал вопрос, а что делать дальше? Поэтому первые славянские державы либо распались, ибо не имели внутренних связей никаких, либо утратили свою независимость как карантанское княжество. Для крепкого государства нужны были внутренние предпосылки. Но они у славян 7-8 веков еще не сложились. Такова история первых славянских государств. В 9-10 веках государство появится почти у всех славян. У южных, западных и у нас, у восточных, на территории Беларуси, особенно России и Украины.